Здравствуйте! Сегодня я хочу показать, как приготовить кокосовое масло в домашних условиях. Нам понадобятся свежие кокосы. Они должны быть цельными, без трещин. Глазки у кокосов должны быть твердыми, желательно в цвет самого кокоса, не темнее. Нужно обязательно потрясти, чтобы он был булькал, чтобы они были тяжелыми, нелегкими. Перед тем, как изготовить масло, нам нужно слить водичку с кокоса. Для этого мы проткнем два глазика, которые желательно ближе к центру, вот этот и вот этот. И сольем водичку, так называемое кокосовое молочко. Сейчас мы будем делать отверстие вот таким шилом протыкаем. Ну вот, продырявливаем вторую дырку, наше отверстие, второе наше отверстие потяжелее. Так, вот теперь сливаем. Мы сливаем с кокоса водичку. Обязательно эту водичку пробуем. Если она вкусная, то мы ее используем дальше, для приготовления масла. Мы пробуем из-за дома наше отверстие. Наше отверстие. Бэлло-пёс. Сливая кокоса. Бэлло-пure. Бэлло-пург. 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 Сейчас мы должны разбить этот кокос Чтобы его разбить легко Нужно поделить его на 3 части Верхняя, середина и нижняя часть И начинаем его обстукивать вокруг По верхней части И стукаем вот сюда Полностью обстукиваем И он у нас уже начинает трескаться Видите, все очень легко Теперь мы отделяем его Сейчас эта шкурка Сойдет у нас легко И быстро Со всех сторон его простукиваем Чтобы у нас легко это все Шкурка отделалась Возьмем ножик Я ножикам помогаю Снимаем вот эту костяшку Вот эту, которая на кокосе Проверяем сам кокос Надо, чтобы он был не гнилой внутри Хороший Теперь очищенные От костяшки кокосы Мы будем вот эту Коричневую шкурку Чистить обыкновенным ножом Как картошку Для этого Берем кокос И удобным ножом Срезаем полностью Вот эту Шкурку Как картошка После того Как очистили Кокос Ножом Либо мы будем тереть На мелкой терке Теперь эти кокосы Натираем на терке На мелкой терке Все легко Быстро Вот сколько у нас получилось Кокосовой стружки Еще тарелочка целая Из двух кокосов Сейчас мы В эту В эту кокосовую стружку Будем добавлять Ту кокосовую водичку Которую мы вслили сначала Но Мы Ее подогрели На водяной бане Не Сильнее 40 градусов Потому что После 40 градусов Все полезные вещества Просто Исчезают Вот Мы сейчас добавим Водичку И Все это Провернем В блендере Кокосовую стружку Мы добавляем Кокосовое молочко Процедим его Подогретое На водяной бане И потом Эту всю Смесь Отправляем В блендер Перемешиваем 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 Специально Чтобы подогретая На водяной бане Кокосовая вода Растопила Кокосовое масло Которое Находится в кокосах Стружку Мы добавляем Еще Воды Которая Тоже подогрета На водяной бане До 40 градусов Для того Чтоб лучше Масло Вышло Из самих Кокосов А потом Это все В блендер Все Отправляем В блендер Взбиваем Там До однородной массы Получаем Вот такую Консистенцию Вот Будем ее Процеживать Теперь В чистую посуду Ложим ХБшную тряпочку Выкладываем Нашу кашицу И отжимаем Довольно Все легко Отжимается После того Как мы Отжали Хлопковой Салфеткой Получили Кокосовую Стружку Которая у нас Рассыпчатая Можно использовать В выпечке И скрабов Для тела Для кожи Вот И мы Вот это Вот Вот это масло Вот такое Оно у нас Получилось Переливаем В банку Банку я Тоже Процеживаем Чтоб у нас Не было там Никаких Остатков И все И выливаем Переливаем Таким черпачком У меня В принципе Удобное Это Я могу Перелить И так Кокосовое молочко Переливаем Потом Мы его Закрываем Крышкой И ставим В холодильник На ночь Так Еще Дольем Остатки Вот и все Клубковую Тряпочку Отжимаем И вот Сколько у нас Получилось Закрываем Крышечкой У нас Получилось 500 Миллилитров Закрываем Крышечкой И ставим В холодильник Мы Можем Хранить Это масло Две Или три Недели Вот Но оно Расходуется Быстро У нас Получилось Кокосовое Масло Это все Вода Мы сейчас Ее Сольем Проделав Два Отверстия Делаем Два Аккуратно Отверстия В нашем масле Деревянной Палочкой Прокалываем Прям Аккуратненько И сливаем Водичку Продолжение следует